Вы сотрудник Истринского ЖЭО. Какая должность у вас? Монтажник, сантехнический системы оборудования. Как давно вы работаете в Истринском ЖЭО? Чуть больше двух лет. Когда вы приходили в Истринское ЖЭО, два года с лишним назад, что побудило вас вообще пойти в эту компанию? Почему выбрали именно Истринское ЖЭО? Почему пошли на монтажника? Вот об этом расскажите. Ну, отсутствие других вариантов, скорее всего. Ну, попробовать себя там в чем-то новом. Интересно все-таки. Вроде работа так особо ничего сложного. Мы же знакомые работали, как-то подсказали, нет? Сами нашли? Было пару человек знакомых, да. А вот вы монтажник. Какие конкретные задачи у вас стоят на рабочем месте? Ну, в основном ремонт. Ремонт чего? Ремонт, замена сантехнического оборудования. Трубы, запорная арматура, все в этом духе. Расскажите, пожалуйста, как сейчас обстоят дела в Истринском ЖЭО, потому что мы не раз слышали, в том числе и на почту редакции приходили, мнение от сотрудников ЖЭО, что там что-то не то. Вот могли бы вы рассказать конкретно, что? Ну, в последнее время, да, на самом деле. У нас зачастились опоздания выплат, то есть, ну, заработной платы. У нас, грубо говоря, нечем работать. Ну, это очень, грубо говоря, как бы оно всегда есть, да, там какой-то минимум материалов, инструментов, но этого всего не хватает. У нас требуется много капремонта по участкам. Когда я пришел, было получше. Ну, то есть, никогда не было вот этих вот задержек каких-то, да, ну, максимум пару дней, ну, это можно понять. Вот не хватает материалов, вы сказали. А что конкретно, вот, для примера, для тех, кто не понимает, каких материалов, чего? Ну, то же самое, трубы нету. Ну, для замены какого-то участка нету даже куска трубы и того же самого. То есть, сейчас приходит заявка в управляющую компанию, что нужно там починить трубу, да? Ну, либо заявка, либо сами обнаружили что-то в этом. А как тогда действовать в этой ситуации, когда нет материалов? Чем чинить? Ну, как говорится, высасывать из пальца. Что нашли, то сделали. Задержка в зарплате, вот вы сказали. Какая с ней секрет у вас зарплата? Ну, около 35 где-то. Задержка в каком это плане? Это месяц, неделя, две? Ну, обычно не более там недели-двух. Ваши коллеги в Истринском ЖЭО, насколько вообще они оценивают ситуацию? Мы слышали о том, что многие хотят уйти из этой компании. Как вообще? Я слышал такое. Был разговор. Все плохо, просто говорят. Ну, там, кому-то не нравится что-то определенное, кому-то что-то другое. Ну, конкретно мне, вот, говорю, то, что в основном, как бы, рассчитываешь, да, там, на какие-то вот эти деньги, какие-то выплаты. Приходится в долги лезть или что-то в этом роде. Вы общались с начальством? Разговаривали на эту тему? Ну, мы в основном через своих начальников общаемся. Так у нас сюда никто не ходит, в администрацию. И что они отвечали вам на задержку зарплаты? Это все-таки такое достаточно серьезное вопрос. Ну, на самом деле, да, но денег нет, как бы, ничего такого кто-то ясного ответа никогда не давал. То денег нет, то какие-то проблемы, то еще что-то. Ну, обычно объясняется, да, это как-то, но ничего не исправляется зачастую. Хотя, хотя обещают. Вот вы можете как-то поподробнее рассказать вот структуру Истринского ЖЭО вот на местах? Вот у вас есть участок, да, кто в этом участке сидит, кто работает на этом участке, какие должности и чем они занимаются? Ну, сантехники, плотники, маляры, кровельщики. Ну, оно все само за себя говорит, да, там, как бы, маляры красят, штукатурщики штукатурят, там, и все в этом духе. Ну, также мастера, как бы, которые организовывают всю работу. Один из анонимных пользователей, ну, как представился, сотрудник Истринского ЖЭО, также говорил о том, что посылают ребят на какие-то работы, которыми они не должны заниматься. Вы с таким сталкивались? Ну, да, было. Это что конкретно? Ну, работа почтальонам, например. Почтальонам? Да. Ну, не знаю, субботники, если брать за, ну, как бы, за другую работу. Ну, вроде субботник, он и так субботник. Независимо. А так вот, ну, почтой мы занимались, фотографами работали. Почтой, то есть, прям конкретно брали рекламу, там, письма? В основном это газеты или какие-то платежки. Ну, то есть, такого конкретного письма, конечно, не разносим. Небольшое откровение. За всю работу на ИстреРФ никогда по какому-то проблемному вопросу не было столько анонимных людей, которые хотели бы рассказать свою проблему. Именно анонимных. Почему, вот как вы считаете, почему люди боятся об этом говорить? Это же вроде перестепенные вещи. Ну, я думаю, просто, правда, глаза режет, ну, кому-то выше, да, там, кому-то начальству. Ну, как минимум, это неприятно, наверное, и мне бы было тоже. Ну, скорее всего, просто боятся. Ну, в том плане, то, что под предлогом, там, уволим или что-то в этом духе, не знаю точно. Но если сотрудники Истринского ЖЭУ и так уже, там, постоянные задержки в зарплате, нечем работать, уже некоторые подумывают уходить, неужели там действительно есть что терять в этом случае? Ну, уволят? Ну, может, кому-то и есть, я могу сказать за себя. Скажите за себя. Мне не страшно, как бы. Ну, я скажу, и что мне за это будет. Как бы это правда, я же ничего плохого не сказал, я сказал то, что есть на самом деле. Ну, мне кажется, это все прекрасно видят, даже просто банально жильцы, которым мы ходим, да, там, чуть ли не в своей одежде, они это все и так видят прекрасно. Часто менялись руководители Истринского ЖЭУ. Вот вы вообще как-то, во-первых, замечаете ли вы вот эту смену общей, там, власти в Истринском ЖЭУ? Как-то меняется, может быть, там, политика, работа? Подход у всех плюс-минус одинаковый, как бы. Ну, это не особо ощущается, просто это как-то, не знаю, даже вроде особо не отражается на нас. Ну, как бы просто все равно, ну, есть организация, да, интересно знать, кто у тебя, как бы, верховный командующий, да, как говорится? А тут непонятно, я там, вчера я с одним поздоровался, сегодня уже другой пришел, не представился, ничего не сказал. И там какие-то команды начинают раздавать, а кто это, понятия не имеешь. Вот вы единственный человек из Истринского ЖЭУ, который согласился нам это все рассказать неанонимно. Можете ли вы от лица, ну, от всех сотрудников, которые, возможно, забоялись, возможно, чего-то стесняются, неважно, от их лица сказать, что сотрудники Истринского ЖЭУ хотят конкретно изменить в компании, чтобы они смогли работать спокойно, нормально? Ну, понятно, для них скажу, нам надо банально материал и стабильные выплаты, и, в принципе, все нормально. Этого будет достаточно? Да, никто особо, ну, так, на какие-то такие пассивные вещи не жалуется, ну, выплаты, да, как бы, оно везде главное. На работу же идут зарабатывать деньги, понятное дело. Вот, ну, и чем бы было работать, и ладно. Ну, то, чтобы заработать деньги, надо чем-то работать, у нас ни того, ни другого нет. Круговорот получается. Круговорот 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 Продолжение следует...